Русские продвигаются очень агрессивно. Они уже задержали четырех главных преступников. Я даже не буду называть их, знаешь ли, подозреваемыми. Улики я имею в виду, что они неопровержимы. И я думаю, что трое из четырех уже признали свою вину. Они также арестовали еще 11 человек в Москве, по меньшей мере 11. Четверо из которых предстали сегодня перед судом по обвинению в пособничестве и подстрекательстве этих преступников. Так что мы начинаем проникать в сеть поддержки, которой пользовались эти люди в Москве. И мы, русские, предоставили Турции информацию. Это привело к арестам до 40 человек в Турции, которые также были косвенно вовлечены в это нападение. Так что у нас есть расследование, которое добилось впечатляющего прогресса. Русские взяли под свой контроль мобильные телефоны и электронные устройства нападавших и очень хорошо осведомлены о том, с кем они общались, когда они общались, о чем они общались и почему они общались. Причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что хотя у нас нет окончательного, знаешь ли, неопровержимого заявления от русских, президент России, который не является человеком, который, который не является человеком, который придерживается повествования, не сделав свою домашнюю работу. Слова имеют значение. Он сказал, что нападавшие общались с кем-то на Украине, на Украине недалеко от границы с Россией, кто собирался создать проход. Безопасный проход для нападавших, чтобы они могли въехать на Украину. Президент России не сказал бы этого, если бы у него не было очень хорошей информации, которая показала бы, что это так. И нам говорят русские, что, знаете ли, они отслеживали коммуникации нападавших по мере того, как они бежали из Москвы в сторону украинской границы. Так что есть все основания полагать, что русским известно, знаете ли, кому нападавшие звонили и о чем шел разговор, и что это было передано президенту, который включил суть этого разговора в свое официальное заявление. Итак, нападавшие бегут в Украину. Почему это важно? Я заканчиваю статью в подкасте и в основном называю ее навигацией от точки к точке. Это в основном искусство навигации по звездам во времена, когда еще не было компасов. Ключевым элементом навигации от точки к точке была полярная звезда, истинный север, которому нужно было выровняться по истинному северу, чтобы получить хорошую навигацию. Ты знаешь, когда я работал в бизнесе, где я был обучен и тусовался с людьми, которые тоже были обучены тому, что мы называем побегом и уклонением. Это в том случае, если тебя собьют в тылу врага или ты каким-то образом окажешься в опасности, ты убежишь и уклонишься. Ты будешь искать свой истинный север. Ты будешь ориентироваться на безопасность. В этом и заключалась идея «Ориентируйся на безопасность». Есть некоторые разговоры о том, что эти нападавшие были связаны с исламским государством Харасан, которое является конкретной ветвью исламского государства, связанной с Афганистаном, Туркменистаном, Ираном. Это древний термин для обозначения территории в юго-западной части Центральной Азии. И есть некоторые доказательства, которые были обнародованы, которые предполагают, что это действительно так. Мы знаем, что Соединенные Штаты сразу же заявили, что это был ИГИЛ-куртизан, и Соединенные Штаты сразу же заявили, что это была не Украина. И они заявили об этом до того, как русские пришли к каким-либо выводам, что заставляет вас задаться вопросом, откуда Америке это известно. На чем основано это заявление? И почему Америка так рано пришла к такому выводу? Я имею в виду, в чем заключается цель. И цель, конечно же, состоит в том, чтобы переложить вину с Украины на ИГИЛ-ка. Нападавшие опубликовали фотографию. Вы видели эту фотографию? Я вижу, что большинство людей видят, как четверо нападавших что-то делают, и простите меня за мой арабский, он так же плох, как и мой русский, который ужасен. Но есть нечто называемое шаадой, я полагаю, что это так. Это клятва верности, которую они дают ИГИЛ в качестве заявления о вере. И это то, что вы часто видите, как делают террористы Аль-Каиды или ИГИЛ, прежде чем они уйдут и совершат свои акты терроризма. Я не хочу вдаваться в подробности нюансов исламской веры, но давайте просто скажем, что левая рука — это не чистая рука. Вы не едите ею и не используете ее для религиозной символики. Если бы вы собирались совершить шаоду, вы бы сделали это правой рукой. Вы бы подняли правую руку и поклялись в верности. На фотографии видно, как они делают это левой рукой, а это означает, что эти люди ничего не знают об исламе. Это люди, которые находятся на периферии, вы знаете, у них есть поверхностные знания об исламе. Они могут называть себя мусульманами, но у них нет глубоких знаний об исламской вере или знаете ли о реалиях, связанных с символизмом исламской веры. Другая интересная особенность этой фотографии заключается в том, что их лица были размыты. В каждом видео, которое я видел о террористах Аль-Каиды или исламского государства, которые снимают эти вещи перед совершением теракта, их лица хорошо видны. Они идентифицируют себя по имени и говорят, почему они это делают, потому что они стремятся к мученической смерти. Они отправляются на небеса. 72 девственницы ждут их. Да, благословит Бог этих людей. Но дело в том, что они не скрывают своих лиц. Но эти ребята скрыли свои лица. Почему? Потому что для настоящего террориста исламского государства, для настоящего террориста Аль-Каиды их истинный ориентир — это небеса. Они направляются в безопасное место, то есть к мученической смерти, на небеса. Вот их направление. Эти ребята направлялись не на небеса. Они направлялись на Украину, что говорит вам все, что вам нужно знать об их принадлежности к исламскому государству. Итак, теперь почему Украина? Почему сейчас? Опять же мы имеем дело с расследованием, которое все еще находится на предварительных этапах. Но недавно Турция сделала несколько интересных заявлений. Одно из них состоит в том, что двое из нападавших, все четверо нападавших некоторое время находились в Москве. Двое из нападавших покинули Москву и отправились в Стамбул в период с 2 по 4 марта, чтобы продлить свои виды нажительства в Москве. Так что им пришлось уехать, провести некоторое время за пределами России, а затем вернуться и продлить свои виды нажительства. Так что они сделали это, вы знаете, так что они были в Турции, но они вернулись и вернулись, и они должны были совершить нападение. На тот момент посольство США выпустило предупреждение 7 марта об атаке и назвало ряд мест, включая концертный зал. И они сказали, что эта атака должна была произойти в ближайшие 24-48 часов. Так что это очень срочная информация, предупреждение американским гражданам от 24 до 48 часов. И мы знаем, что в период с 4 по 7 марта эти нападавшие провели разведку места проведения концерта в Крокус-Сити-Холле. Это популярное место проведения концертов. 8 марта известный российский музыкант Шаман должен был дать концерт, патриотический концерт. И как вы знаете, есть мнение, что эти ребята должны были совершить свою атаку именно в этот момент на высоте, чтобы сорвать, и это важный момент, сорвать выборы. Создать хаос в России в преддверии президентских выборов, которые проходили с 15 по 17 марта, чтобы подорвать доверие к правлению Владимира Путина, чтобы снизить явку избирателей. В чьих интересах это делается? Это цель ИГИЛ? ИГИЛ не имеет никакого отношения к российской политике. Нет, это цель ЦРУ. Это цель правительства Украины. Это стратегическая цель американцев. ЦРУ участвовала в срыве российских выборов с 2004 года. И теперь вы должны сказать, ну тогда кому выгодна эта атака? И совершенно ясно, что это не ИГИЛ, потому что это не террористы ИГИЛ. Террористы ИГИЛ носят пояса смертников, стреляют до тех пор, пока у них не закончатся боеприпасы, прыгают в толпу и взрывают себя. Вы знаете, они совершают самоубийство, становятся мучениками. Эти ребята делали это ради денег. Они получили по 5,5 тысяч долларов каждый, может быть 5,5 тысяч долларов на всех. Мы пока не знаем, но это очень мало денег, чтобы совершить эту ужасную атаку. Это были не религиозные фанатики. Это были не верующие. Это были головорезы, которые делали это ради денег, убивали людей ради денег. Им было сказано вести себя так, чтобы это выглядело как ИГИЛ. Так что они совершали глупые поступки, такие как перерезание горла, делали глупые фотографии и публиковали их. Но другой ключ к разгадке того, что это не спланировано ИГИЛом, заключается в том, что обычно, когда ИГИЛ берет на себя ответственность, об этом объявляет Центральное командование ИГИЛ. Это было сделано через сеть Аль-Мак, я полагаю, которая является средством массовой информации ИГИЛ, и люди, которые изучают эти вещи. Говорят, что это делается, когда они берут на себя ответственность постфактум. Вообще говоря, когда кто-то объявляет, что они были мотивированы ИГИЛом, присягнули на верность ИГИЛ, а затем совершили нападение, а затем опубликовали позже. Это будет сделано через сеть АЛАМАК, и они скажут, смотрите, эти люди, которых мы теперь признаем как ИГИЛ, следовательно, это наше нападение. Это говорит вам о том, что это не было спланировано ИГИЛом. Это было спланировано кем-то другим, кто затем попытался присоединиться к ИГИЛ в рамках обмана. Это часть, знаете ли, перекладывания вины с реальных преступников. Это было политически мотивированное нападение, направленное на срыв выборов в России, направленное на то, чтобы подорвать доверие россиян к Владимиру Путину, что в настоящее время ограничивает круг людей, которые были бы заинтересованы в этом. Мы знаем, что ЦРУ очень заинтересована в этом, и мы знаем, что украинские спецслужбы также заинтересованы в этом. ЦРУ уже много лет работает с украинскими спецслужбами. The New York Times недавно опубликовала статью, в которой говорится, что с 2014 года ЦРУ работает с украинской разведкой над созданием до 12 баз вдоль украинско-российской границы с целью проведения шпионажа, диверсий и других прямых действий на территории России. И мы знаем, что ЦРУ обучила их, и мы знаем, кто в ЦРУ обучал их. Мы знаем, что это центр специальных операций, который является секретным подразделением ЦРУ. Выявлена наземная ветвь. Они являются специалистами в нетрадиционных боевых действиях, нерегулярных боевых действиях. Это еще одно название для терроризма. Ты же помнишь, что террорист для одного человека это борец за свободу для другого. Итак, это ребята, которые специализируются на обучении людей действовать скрытно в тылу врага для проведения диверсии или срыва выборов. Это то, чем ЦРУ зарабатывает на жизнь. Они обучили украинцев этому искусству. Одним из украинцев, обученных этому тайному искусству, является Буданов, нынешний глава украинской военной разведки. И именно Буданов осуществляет ряд действий внутри России, направленных на дестабилизацию России. Именно Буданов с помощниками из ЦРУ работал с тремя русскими националистическими группировками, чтобы вторгнуться на территорию России в окрестностях Белгорода, что продолжается еще до выборов. И именно они, исполнители этих нападений, специально говорят, что это сделано для того, чтобы сорвать президентские выборы в России. Итак, Буданов уже занимается срывом президентских выборов внутри России. 2 плюс 2 равно 4. Это похоже на утку, ходит как утка, крякает как утка. Это утка. И опять же, я думаю, нам нужно дождаться окончательного заключения, но прямо сейчас все указывает на Украину и через Украину на ЦРУ. Вау! В деталях. Спасибо тебе, Скотт. Я хочу спросить тебя сейчас. Когда я смотрю на этих пленных мужчин, первое, что приходит мне на ум, это МК-Ультра. Они выглядят так, как будто их запрограммировали на это, как будто у них есть плоть, но нет совести. Так каковы же будут последствия этого? Что, по-вашему, произошло с российской стороны? Русский народ гораздо более устойчив. Ты же с ними встречался. Это люди, которые знают, кто они такие. Они знают свою историю. И, подчеркивая свою историю, они знают, что они люди, которые ужасно страдали от рук истории. Это не первый раз, когда они подвергаются актам насилия. Это люди, которые пережили 27 миллионов своих сограждан, убитых нацистами во время Второй мировой войны. Они, ты знаешь, они знают это, и, как ты знаешь, они люди, которые не просто знают это, но и живут этим. У них есть мемориалы повсюду, не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге. В каждом городе, в каждой деревне, в каждом городе России есть мемориал в память о людях, погибших во время Великой Отечественной войны. И ты знаешь, и я знаю, что это не что-то такое, что осталось в прошлом. Это есть в настоящем, что эти люди живут этой памятью, что когда они смотрят ночью на звезды, они не видят звезд, они видят глаза своих родственников, которые смотрят на них сверху вниз, привлекая их к ответственности за то, что они делают в память о жертве, принесенной ради того, чтобы они могли быть здесь сегодня, как русские в русской нации. Так что это люди, которые не дрогнут. Они вообще не дрогнут. Они пережили ужасы в прошлом и будут продолжать переживать ужасы. Дело в том, что меня часто высмеивают. Все в порядке. У меня толстая кожа. Но меня часто высмеивают, потому что я говорю о поиске русской души. И есть много людей на Западе, которые просто думают, что это просто слова. Я имею в виду, что же такое русская душа. О чем ты говоришь, чувак? Это робкая чушь, мусор, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И да, как американец, мы можем так говорить, потому что у нас нет эквивалента. Но если вы изучите русских, то поймете, что русская душа — это реальность. Сами русские находятся в поиске русской души, потому что русскую душу нельзя определить одним словом. Это сложное переплетение эмоций, истории и всего остального. Но русская душа определяет русскую нацию. И русская душа, если вы изучите русскую историю, она построена на страданиях. Это печальная реальность русского опыта, но в том, чтобы быть русским, есть много страданий. Так что русская душа, русский народ, русская нация привыкли к тому, что с ними так обращаются, к тому, что на них обрушиваются страдания. И что прекрасно в русском народе, так это то, что он может принять это страдание, он впитывает это страдание, но из этого рождается нечто замечательное. Это люди, которые не позволяют этим ужасам определять себя в негативном ключе. Это люди, которые говорят, да, там есть зло. Да, там есть вред, но мы не потеряли связь со своей верой. Мы не потеряли связь с самими собой, со своей историей. Мы человеческие существа, и мы будем вести себя гуманно по отношению к себе и к другим, кто этого заслуживает. Я не вижу, чтобы русский народ, опять же, показывал вам всю поверхностность американцев. Я американец, я люблю свою страну, но я честен в отношении того, кто я есть. И того, что я есть, и того, что есть мой народ. После 11 сентября вы видели, что произошло в Соединенных Штатах. Ненависть, которая взяла верх, я имею в виду, и мы допустили, чтобы это не только изменило наш взгляд на мир, ты либо с нами, либо против нас, помнишь Джорджа Буша-младшего. Но мы сами допустили принятие закона о патриотизме здесь, где мы были готовы отказаться от наших конституционных прав, от того, что определяет, кто мы есть, и чем мы являемся как народ. Мы были готовы пожертвовать этим во имя так называемой свободы и независимости. Как вы можете быть свободными и иметь независимость, если вы отказались от своих прав в пользу правительства, от того, что, как предполагается, должно защищать вас. В этом и заключается поверхностность американского народа. У нас есть рефлекторные реакции, потому что, откровенно говоря, у нас нет такой вещи, как американская душа. У нас есть американский идеал, у нас есть американское видение, но у нас нет американской души. У русских есть душа, и они не собираются жертвовать тем, что значит для них Россия, потому что с ними случилось что-то плохое. Они переживут эту боль и пойдут дальше. И я думаю, что именно это вы и увидите. Однако им предстоит столкнуться с вызовом. Я имею в виду, что русские прямо сейчас столкнутся с вызовом. И этот вызов был выявлен никем иным, как самими чеченцами, мусульманским народом, который вел две жестокие войны против русских в конце 1990-х, начале 200-х годов. Но сегодня стал одним из самых стойких сторонников Российской Федерации, русской нации, русского народа, потому что они считали себя русскими. Они попросили своих соотечественников русских не допустить, чтобы действия нескольких паршивых овец превратились в рефлекторную реакцию, направленную против таджиков или мусульман в целом. Это означает, что действия, которые имели место, являются действиями плохих людей, но они не являются отражением всей совокупности. В России у нас будет шанс, потому что прямо сейчас в России есть проблема с иммиграцией. Существует большое недовольство иммигрантами из Центральной Азии, которые приехали сюда, некоторые легально, некоторые нелегально, и которые оказывают социальное влияние на Россию. Высокий уровень преступности, отсутствие двух культур, сталкиваются друг с другом и так далее. И я думаю, что когда выяснится, в какой степени иностранные спецслужбы использовали эту иммигрантскую популяцию для создания безопасных убежищ, где террористические ячейки, подобные той, что напала на Крокус Сити Холл, могут действовать вне поля зрения правоохранительных органов. У русских возникнет еще большее искушение напасть на мусульман. И это станет большим испытанием для России. Это станет настоящим испытанием для России. Смогут ли они избежать искушения коллективно наброситься на людей, которые не являются их врагами? Смогут ли они провести различия между горсткой плохих людей и коллективом хороших людей? Это станет большой проблемой для России в будущем. Спасибо. На самом деле я хочу уточнить свой вопрос здесь. Что касается души русских, я не могу не согласиться с тобой. Приезжая из славянской страны, я понимаю, что это значит для меня, потому что очень легко раствориться в извинениях за американский образ жизни. И в России ты это чувствуешь. Ты чувствуешь страдания, ты чувствуешь радость, у тебя есть эмоции. Это действительно очень, очень глубокая связь на многих уровнях. Но я хочу уточнить вопрос, Скотт. Это была моя ошибка. Путин сказал, что все, кто совершил это, будут наказаны. И мой вопрос здесь заключается в том, что я говорю не только о тех четырех людях. Какое будет наказание? Это более точный вопрос сейчас. Не только о тех четырех людях в целом. Правильно. О тех, кто отдавал приказы. Вот как я поняла его заявление. Послушай, я не русская, и не хочу притворяться, что говорю от имени России, но просто слушаю российских лидеров и разговариваю с русскими в течение последнего года или около того. Русские верят в справедливость. Ты это знаешь. Это важный аспект их самоопределения. Они верят в справедливость. И справедливость это не просто наказание. Справедливость это своего рода более масштабная схема. Это о том, чтобы привести мир в порядок. Если бы Украина была вовлечена, справедливость стала бы концом Украины. И я думаю, что в любом случае мы движемся в этом направлении. Я думаю, что знаешь ли, когда русские говорят о создании Днепровской речной флотилии, когда они не контролируют реку Днепр, что это тебе говорит? Это говорит о том, что они планируют контролировать реку Днепр в ближайшем будущем. И если у вас есть флотилия, это означает, что либо это будет граница, либо она в какой-то момент пересечется с частями Украины, так что им придется ее защищать. Но Россия будет контролировать реку Днепр. Теперь контролировать реку Днепр означает, что Россия будет продвигаться за новые территории в Неппо-Петровск и Николаев, захватывая эти две территории и, возможно, расширяясь, вероятно, расширяясь также на Корков и Одессу. Вот почему они создали две новые общевойсковые армии, которые будут способствовать этим атакам, и понимают, что если Россия продвинется до линии Днепра, она высвободит свои силы. Потому что река Днепр станет границей, которую будет патрулировать Днепровская флотилия, а остальные российские силы будут разделены между осью, идущей на Корков, Сумы, Киев, и другой осью, идущей через Николаев, Одессу, Приднестровье. И именно в этом направлении движется Россия. И Россия заявила, что построит буферную зону, чтобы убедиться, что украинское оружие не сможет достичь российской территории. А это означает, что, исходя из дальности действия оружия, предоставленного на данный момент, штурм, тень, скальп и так далее, от Украины ничего не останется. Для Украины все кончено. В этом и заключается справедливость. Но они планировали реализовать эту справедливость таким образом, чтобы дать режиму Зеленского выход, либо шанс уйти и так далее. Если Россия обнаружит, что режим Зеленского замешан, справедливость будет заключаться в физическом уничтожении этих людей. они не предстанут перед судом. Они будут убиты. И я думаю, вы обнаружите, что русские вполне способны на такие действия. Это их версия справедливости. Я не говорю, что это хорошо. Я не оправдываю убийство. Я просто говорю, что именно так, скорее всего, и будет. И что у русских долгая память. Достаточно изучить историю Леона Троцкого и то, что случилось с Леоном Троцким, когда он отправился в Мексику, якобы вышел на пенсию и так далее, а затем был убит чехословаками, потому что он был приговорен к смертной казни за предательство Стоуна. Владимир Путин ненавидит предателей. Он ненавидит их со страстью. Он не проявляет к ним милосердия. И любой, кто причастен к этому нападению, будет рассматриваться как предатель. И помните, в то же время, когда происходит это нападение, у нас есть три украинские или русские националистические группировки, действующие под эгидой украинской разведки, которые нападают на российскую территорию, нападают на Белгород, нападают на Курск. Это Легион Свободы, Сибирский батальон, и я забыл, как называется другой русский, кто знает. Но все это обученные, экипированные и управляемые ЦРУ организации, которые вторгаются в Россию и атакуют российскую территорию, пока мы говорим. И Путин уже сказал, что все, кто причастен к этому, будут привлечены к ответственности и будут рассматриваться как предатели. Так что я думаю, что если бы я был оперативником ЦРУ и мое имя фигурировало на каком-нибудь документе, связанном с этим нападением на Крокус, я бы плохо спал по ночам. Ты думаешь, мы это увидим? Ну, мы этого не увидим. Это просто произойдет. Русские и русские не занимаются тем, чтобы попасть в заголовки газет. Они занимаются тем, чтобы вершить правосудие. Им не нужно хвастаться этим. Им не нужно ничего говорить об этом. Им просто нужно знать, что это произошло. И люди, которым нужно знать, узнают в свое время. Ты же знаешь, что так оно и есть. Они не похожи на Соединенные Штаты, где у нас должен быть момент США, момент США каждый раз, когда мы делаем что-то. Когда политикам нужно набирать очки каждый раз, когда мы делаем что-то. Они не знают, ты же знаешь, что в Америке мы не умеем хранить секреты. В России они очень хороши в сохранении секретов. А потом, конечно же, это не будет самоубийством, верно, Скотт? Другой. Да, ну что же. Я не думаю, что мы увидим, как кто-то совершает самоубийство. Я думаю, что когда они умрут, они встретят смерть, которая будет достойна преступлений, которые они совершили. Спасибо. Я хочу сейчас перейти к Европе. Европа и то, что происходит здесь, как вы знаете. Ну, я уверена, что здесь находятся более двухсот французских солдат и регион Закарпатия, и много других флагов и других цветов. И вот я, как человек, который абсолютно не является экспертом ни в чём из этого, хочу задать вам вопрос от обычного гражданина. У меня в голове два сценария. Если у них всё получится так, как они хотят, и я хочу услышать ваше экспертное мнение по этому поводу. Так что давайте предположим, что всё больше и больше тех войск, которые, как вы знаете, уже находятся на украинской стороне, пробираясь туда, будут там. Ещё одно предупреждение от России, ещё одно предупреждение от России, устные предупреждения. Доходят до того, что они подходят слишком близко, и тогда я не знаю уровня интенсивности этих ракет. Но одна из них посылается как достаточно сильный сигнал. Говорю с российской стороны. И давайте предположим, что они отступят. Или они воспользуются этим и скажут, знаешь, это была Россия, которая напала на нас. Серьёзно посмотри на это, мы должны вмешаться. Второй сценарий. Я даю должное одному из моих зрителей, который написал это в разделе комментариев. У меня самая лучшая аудитория из всех, я должен тебе сказать. И он сказал, нет, 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 всё будет именно так. НАТО разбомбит или взорвёт свои собственные войска, а затем обвинит в этом Россию, и начнётся всё это дерьмовое шоу с оправданием моего языка. Так что я хочу спросить твое мнение, потому что на данный момент многим польским гражданам не обязательно нравится Путин, им не обязательно нравится Россия. Дело не в этом. Дело в том, что они не видят причин жертвовать собой ради политиков, ради их планов и ради их бизнеса. Так что, пожалуйста, скажите мне, если я хоть немного близка к тому, что они могли бы провернуть. Я думаю, мы должны проводить различия между политически ориентированными людьми и редко ориентированными людьми. Прямо сейчас у нас есть целая куча людей, которые близки к таким людям, как Макрон, Байден, Шульц, Мелони, Сунак, которые называют себя экспертами по России. И дают этим людям советы по России, но они ни в чем не являются экспертами. Это люди, которые, так сказать, выросли на России 90-х годов, когда цель состояла не в том, чтобы знать о России, а в том, чтобы доминировать в России. И они глубоко возмущены продолжающимися усилиями Владимира Путина по возвращению России достойного места и самообеспеченности. И поэтому эти люди имеют нереалистичную оценку России и ее возможностей. И из этого они делают чрезмерно оптимистичную оценку способности Запада формировать события внутри России. Так что мы видим, например, людей, думающих, что санкции смогли бы задушить российскую экономику. Доказательством того, насколько они были неправы, является тот факт, что их собственные экономики сегодня задыхаются из-за санкций. Люди, которые верят, что война в Украине была бы непосильной для России, что Россия не смогла бы выдержать этот конфликт. И что в результате, в сочетании с экономической катастрофой, вызванной санкциями, вы получите политические волнения, и вы получите момент Майдана в Москве, где Владимир Путин будет свергнут русским народом. Это тот совет, который дается этим лидерам, и они верят в это. Они верят в этот совет. И вот здесь вы можете получить это от Эммануэля Макрона, в котором говорится, что я хочу отправить французские войска в Украину. И мы получаем цифру 2, потому что это почти предел того, что Макрон мог бы отправить в Украину в короткие сроки. Он, вероятно, мог бы довести это число до 12, если вы хотите подождать 6 месяцев, а может быть и больше, если вы хотите подождать дольше. Но для того, чтобы войска прибыли туда в ближайшее время, 2000 человек, это примерно максимум. Потому что Украина готовилась к расширению своих нынешних сил численностью 700 человек, усиленного батальона в Румынии до 2000 к следующему году. Прямо сейчас планы состоят в том, чтобы, если они пройдут через это, довести их численность до 2000. Давайте просто посмотрим на это в перспективе. Украинские войска сегодня гибнут на передовой со скоростью более 1000 человек в день. Два французские войска дают Украине два дня. Вот и все. Вот и все. Но вопрос не только в том, чтобы отправить туда людей. Как вы это поддержите? Любители говорят о тактике операций. Профессионалы говорят о логистике. Военные люди вокруг Макрона, которые не имеют никакого отношения к политике, их работа это просто чисто военная работа. Они говорят им, что смотрите, нам потребуется два года, чтобы создать инфраструктуру материально-технического обеспечения, чтобы расширить батальон с 700 до 200 человек. Вот что они говорили им еще в 2023 году. Теперь это означало, что они были готовы к 2025 году. Теперь они говорят, что если вы хотите ускорить это, мы возможно сможем это осуществить. Но это означает, что мы не сможем выполнить некоторые подготовительные работы. Такие как складирование боеприпасов, топлива и так далее, которые, как вы знаете, мы собираемся вывести большое количество войск. С недостаточной материально-технической поддержкой, за которой нам придется наверстывать упущенное. Но это приведет их только в Румынию. Теперь, как вы переправите их через границу в Украину? Это проецирование силы, для чего требуется экспедиционный потенциал, которого у французов нет. Как только они пересекут границу, они начнут наносить себе ущерб, а это означает, что на каждый израсходованный галлон бензина, если они не заменят его галлоном, у них закончится топливо на полпути до Одессы, и в этот момент война как бы закончится. Так что им нужно заправиться топливом. Но для этого нужны грузовики. Подготовила ли Франция достаточно грузовиков? Готова ли Франция вести экспедиционную войну в таком масштабе? И ответ нет. Так что им приходится брать грузовики в аренду. И теперь им приходится брать грузовики в аренду. А еще каждый из этих грузовиков тоже расходует топливо. Когда вы планируете военное учение, большое учение заранее, вы закладываете в свой бюджет расходы на топливо. Вы заранее покупаете топливо, и оно хранится на складах. Но теперь вы возите тысячи военнослужащих и сотни транспортных средств, о которых никто не планировал. Откуда берется топливо? Где оно будет храниться? Как вы кормите этих парней? Откуда берется еда? Как вы обслуживаете эти машины по мере их продвижения вперед? Есть ли у вас возможности мобильного обслуживания, которые движутся вместе с ними, или же как только машина выходит из строя? Ее приходится вытаскивать и отвозить обратно в тыл, которого еще нет, потому что астма возникла из-за того, что вы не планировали размещать там две тысячи человек до следующего года. Все начинает разваливаться, и не дай бог они когда-нибудь вступят в контакт с врагом. Несут ли они полную боевую нагрузку? Этого им хватит на один день боя. Теперь они это сжигают. Привезли ли они все грузовики со всеми остальными боеприпасами, чтобы пополнить их запасы? И помните, что это колонна грузовиков в день, если они собираются вести длительные боевые действия, артиллерийские боеприпасы. У французов их недостаточно, чтобы сражаться больше трех дней. У них закончатся боеприпасы в этот момент времени. Я хочу сказать, что с точки зрения логистики французы не смогут этого выдержать, и поэтому этого никогда не произойдет. Это факт. И если это произойдет, это означает, что французы хотят покончить с собой, потому что именно таков будет конечный результат. И Россия убьет их там. Россия не собирается нападать на Румынию. Россия не собирается нападать на Польшу. Они нападут на французов в Украине, где погибнет каждый француз. Но речь идет не только о французах. Речь идет и о других, как вы всегда говорите, странах Чихуахуа, а также о Польше. Участвуйте в этом. Но что вы можете сделать? А потом, а потом, может быть, но, может быть, извините, может быть, еще раз. Так что извините, может быть, дело не в этом. Дело не в этой логистике. Может быть, дело в том, чтобы устроить этот беспорядок. Как сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, новый, старый, как я всегда говорю, он сказал, что следующие шесть месяцев будут иметь решающее значение. Так что, когда мы рассчитываем следующие шесть месяцев, мы приходим к сентябрю этого года. А это менее, чем за два месяца до президентских выборов в США, что является идеальным временем. Идеальное время перед президентскими выборами. Так что, этот хаос, эта масса происходит потому, что в конечном счете, как вы говорите, у них нет ни единого шанса. Не имеет значения, будет ли это коалиция того или этого. Верно, но прибалтийские государства, у них нет никакой власти, которую они могли бы использовать и проецировать. Я имею в виду, что если бы я был ротвейлером, который всю свою жизнь питался дикими свиньями, а Чихуахуа подбежал и укусил меня за ногу, действительно ли мне было бы не все равно. У прибалтийских государств нет ничего, они ничего не приносят, они ничего не могут сделать. Они могут шуметь, но у них нет военной мощи. В лучшем случае, они смогли бы разместить усиленную роту вместе с французами. Так что теперь у французов есть 2,25 солдат. Это просто означает, что они проживут на несколько часов дольше на третий день войны. Но это все. Польша, Польша сейчас не может проецировать никакой силы. Никакой ноль зип. У них ничего нет. Они знают это. Их генералы знают это. У них не было никакой выживаемости. Посмотри, что только что сделали русские. Они послали сигнал Польше. Они разбомбили аэродром, где Польша работала сверхурочно вместе с другими членами НАТО, чтобы подготовить его для приема F-16. Они разместили там ремонтные ангары. У них там есть железная дорога, которая идет из Польши туда. Они разгружали, размещали в ангарах, строили объекты для приема F-16. Они разместили средства противовоздушной обороны, и в течение последних двух дней туда вошли русские. А потом все это исчезло. Там ничего не осталось. Это был сигнал Польши. Помните, поляки кричали, что ракета падает на нашу землю. Нет, она летела параллельно вашей земле, потому что это лучший способ поразить цель, и поляки ничего не могут с этим поделать. Вы можете поднять в воздух F-16, если хотите перейти границу, и вы умрете, потому что в воздухе уже есть Миги-30, нацеленные на вас. И как только вы пересечете украинское воздушное пространство, вас собьют с неба. Такова реальность. Но происходит и другое. Русские начинают наносить удары по стратегической энергетической инфраструктуре, потому что рядом с этим аэродромом находится гигантское подземное хранилище газа. Часть крупного энергетического узла, где они получали газ из Польши, закачивали его под землю и затем распределяли по Украине. По нему был нанесен удар. И русские собираются начать наносить удары по всей газотранспортной системе, украинская экономика остановится, и она останавливается. Знаешь, так чего же хотят опросы? Что они могут сделать? И я здесь только для того, чтобы сказать тебе, я не хочу быть слишком пренебрежительным к опросам. Но они ничего не могут сделать, потому что у них ничего нет. О да, они много шумят о создании армии будущего, но эта армия еще не создана. И я напомню участникам опроса, что единственное, что позволило бы им набраться достаточно смелости, чтобы отправить войска для поддержки французов. Это если бы Соединенные Штаты разместили дополнительные войска в Польше, как того просили опросы. Но Америка сказала нет, потому что Америка не играет в эту игру. У Америки там есть войска, достаточные для того, чтобы стать сдерживающим фактором, если Россия захочет вторгнуться в Польшу, чего Россия делать не хочет. Но что Америка не собирается делать, так это заполнять Польшу американскими войсками, чтобы Польша затем могла высвободить войска для участия в каком-то грандиозном приключении в Украине. Мы не собираемся этому способствовать. Так что поляки остались ни с чем. И опять же, все сводится к логистике. У поляков нет возможности поддерживать боевую силу сколь-нибудь значимого размера в Украине. Но я просто подниму другую тему. Как только эти войска пересекут границу с Украиной, они попадут под огонь российской артиллерии, как никогда раньше. Это сигнал, который Россия посылала последние пару дней, нет безопасного места, даже места близкого к польской границе, которая ранее не подвергалась нападению. Ни одно место не является безопасным, и любое место на украинской земле будет поражено, если там будут французские войска, польские войска, F-16, не имеет значения. Это новая игра. И ты знаешь, я просто думаю, что все эти люди, которые говорят о «Знаешь ли», смотрят, и я обеспокоен тем, что Франция сделает что-то глупое. Потому что они могут сделать это политически, но тогда они заплатят цену, и это может привести к эскалации. Но НАТО никоим образом не сможет направить значимую военную силу в Украину и продержаться больше недели. Это невозможно. Спасибо тебе, Скотт. Я просто хочу сказать тебе то, о чем ты, может быть, знаешь, а может быть и нет. И мне очень жаль, что я не знаю имени, как ты говоришь. Ну, знаешь, как на кротких равнинах? Да. Кроткий. Такого рода. Я просто хочу сказать тебе, что делает польское правительство. Польские фермеры протестуют на многих основных дорогах. Всего несколько дней назад они буквально пролетели на этом типе самолета над польскими фермерами. Очень, очень низко. И люди были в шоке, потому что это форма терроризма. Могу я просто сказать здесь? Вот в чем дело. Правительство страны делает это со своими гражданами. Я просто хочу сказать это, потому что наши видео смотрят многие люди, так что теперь они знают. И когда они думают, что все поляки такие чокнутые, как говорящие по-польски правительства, мы ребята сумасшедшие, хорошо? Это не так. Мы должны смириться с тем, что они планируют. И мой вопрос здесь, это еще один очень быстрый вопрос, потому что мы должны закончить. Я тут подумал, может быть, это действительно не Россия, потому что, знаешь, чем больше я вникаю в это, тем больше мне кажется, что это действительно о Китае. Может быть, это делается для того, чтобы так сильно занять Россию в Европе всеми этими махинациями, чтобы когда придет время поддержать Китай, потому что они что-то сделают с Китаем. Россия будет слишком занята другими делами. Ну, я имею в виду, что люди, которые придумывают этот план, и я не сомневаюсь, что на Западе есть люди, которые так думают. Как ты знаешь, сейчас говорят, что у нас проигрышная ситуация на Украине, но мы собираемся продолжать и поддерживать это как можно дольше, чтобы держать Россию в напряжении, пока мы, возможно, играем в игры против Китая. А Китаю не нужна военная помощь России. Так что любой, кто так думает, знает, что если русские будут связаны и не смогут помочь Китаю, мы победим. Каждый раз, когда мы проводим военные игры с конфликтом с Китаем из-за Тайваня, из-за Тайваня мы проигрываем. Дошло до того, что человеку, который руководит этими военными играми, генерал-лейтенанту ВВС, пришлось пойти в Белый дом и сказать Белому дому, чтобы он уже прекратил эту риторику и прекратил эту глупость. Например, мы отправляли корабли через Тайваньский пролив, и где-то в конце лета или начале осени прошлого года мы отправили эсминец и канадский корабль через пролив. И китайцы агрессивно маневрировали и чуть не протаранили наш корабль. И возникает вопрос, что произойдет, если китайцы протаранят американский корабль, и он затонет, или протаранят канадский корабль, и он затонет. Потому что именно так все и происходило. И генерал сказал, что если это произойдет, то нам придется отправить больше сил. Если китайцы подойдут близко, мы вступим в бой, что будет означать, что китайцы поддержат нас авиацией, и нам придется развернуть авиацию, и мы окажемся на войне. Он сказал, что это произойдет автоматически. У нас уже есть план на этот случай. Вот что произойдет, если мы продолжим делать это. А теперь позволь мне рассказать тебе, что произойдет после того, как это произойдет. Мы проиграем войну. Мы не сможем выиграть эту войну. Мы моделировали эту войну всеми возможными способами с воскресения, и всегда получается один и тот же результат, решительная победа Китая и стратегическое поражение Америки. И поэтому, мистер президент, поскольку мы знаем, каким будет результат, я говорю вам, что вы не сможете изменить этот результат. Перестаньте делать глупости. И мы сделали это. Сейчас мы занимаемся другими глупостями, например, размещаем американский спецназ на, как я думаю, острове Мацуи или Кемай, всего в пяти километрах от материкового Китая. И делаем другие вещи. Но ситуация на Тайване изменилась. Ранее в этом году там прошли выборы, на которых, да, правящая партия ДП выиграла переизбрание на пост президента, но не выиграла выборы в законодательный орган. В законодательство. Парламент находится под контролем двух оппозиционных партий, Гаминьдана и партии народа Тайваня, ТПП. И они полны решимости улучшить отношения с Китаем. А на Тайване исполнительная власть не имеет доминирующей власти. Законы не могут быть приняты без законодательного органа. И поэтому исполнительная власть никак не может проводить агрессивную внешнюю политику в отношении Китая. Законодательный орган вовлечен. Так что я думаю, что вы увидите, что с внутриполитической точки зрения ситуация на Тайване и в Китае успокоится. Но вам также нужно понять, что Россия огромная страна, разделенная на военные округа, каждый из которых имеет военную ответственность, на которую могут ответить имеющиеся силы. Не все русские втянуты в Украину. На востоке, в дальневосточном военном округе, Россия сохраняет очень сильные силы, очень надежные силы, очень способные силы. И если возникнет необходимость, эти силы могут и будут помогать Китаю в любом более широком конфликте между Китаем и Соединенными Штатами. Так что я думаю, что возлагать надежды на то, что мы сможем связать Россию по рукам и ногам в Украине, это неправильно. Нет. Силы, которые находятся в Украине, это силы, предназначенные для Украины. Но у русских есть силы в Арктике. У них есть силы на Дальнем Востоке. У них есть силы в Калининграде. Они строят новый 70-тысячный военный округ в Ленинграде или в Санкт-Петербурге, чтобы противостоять финнам. У русских есть более чем достаточный военный потенциал, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ним геополитической реальностью. Спасибо тебе, Скотт. Я ценю твое время. Я знаю, что мы должны закончить сейчас. Всем, кто смотрит, пожалуйста, обязательно загляните на веб-сайт Скотта. Твиттер Скотта Экстра находится под этим прямым эфиром. И да. Что же, позволь мне сказать. Позволь мне сказать об этом вскользь. Во-первых, я очень ценю, что ты пригласил меня. Мне нравится приходить на твое шоу. Во-вторых, просто для того, чтобы оказать давление, я собираюсь сделать сейчас объявление о том, что мы с тобой работаем над проектом. Я не собираюсь говорить точно, что это за проект, но мы с тобой работаем над проектом, и ты выполнил всю работу, которую должен был выполнить по этому проекту. И теперь дело за мной, чтобы завершить проект. Так что я делаю эту вещь публичной, это заявление публичным, чтобы ты знал, что я привержен этому проекту, и это произойдет, и твоя аудитория будет держать меня подотчетным. Но это очень захватывающий проект, и надеюсь, все узнают больше об этом в не столь отдаленном будущем. Так что... Сюрприз, сюрприз. Это как в немецком языке. Кейндер Эберас Чанг, ты же знаешь. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Да, это будет продолжено. Об этом будет объявлено. Так что это похоже на трейлер хорошего фильма. Ну что же, Америка, но это еще не все. Это не просто хороший трейлер. В этом фильме есть смысл. Так что это совсем другая история. Большое вам спасибо, ребята. Пожалуйста, подвиньтесь. Да, это не один из трейлеров, где мы были. Это не один из трейлеров. И в итоге он оказывается лучше, чем сам фильм. Да, именно так. Да, да. Для большого сюрприза. Ты для большого сюрприза. Спасибо вам, ребята, за то, что посмотрели. Спасибо вам за то, что присоединились к нам.